здравствуйте это канал максимации и сегодня я представлю вашему вниманию вот такой вот сименс cx 75 телефон который выходил вышел здесь пятом году примерно на уже уже на закате жизни мобильного подразделения компании сименс именно тогда в 2005 сименс начал становиться очень быстро аутсайдером конкуренты стали перед переплевывать их практически по всем параметрам и собственно при продала сименс свое мобильное подразделение компании bank you и еще через год они объявили себя банкротом уже короче это был конец компании сименс и этот телефон как раз таки не получил популярность и в широких кругах как раз таки полноценно на рынке он конкурировать не мог но тем не менее модель получилась довольно интересный и сегодня мы на нее посмотрим я с трудом смог найти на авито конечно не хотелось мне не сильно хотелось me cx 75 хотелось 775 но из м75 то что я посмотрел это была полная жопа блин все развалюхи какие-то непонятные либо цена просто конь вообще ненормальная цена вот из cx 75 поискал вот этот более-менее живой и за нормальную цену в полторы тысячи рублей не так давно я делал обзор на сименс с 65 который в принципе по параметрам во многом схож с вот с этим значит собственно этот телефон является собратом такой модели как c75 просто c75 2019 году выходил обзор на эту модель на моем канале но обзор в говеном качестве получился так что если хотите пишите в комментах на него сниму обзор тоже уже как бы в более современном стиле канала так скажем более подробно все покажу и так далее значит давайте рассмотрим его внешний вид классический моноблок выполнен из пластика довольно-таки кстати качественного пластика конечно время не пощадило девайс тут ссадины всякие потертости есть царапинки и так далее здесь находится экран довольно таки большой собственно говоря разрешением 132 на сто семьдесят шесть пикселей при 65 тысячах цветов глубина цвета 18 бит и собственно сам экран кивки сколько здесь диагональ дюйма я не в курсе на сайте где сейчас характеристики смотрю не написано собственно под экраном находится название модели cx 75 и кнопки собственно цифровые кнопки они все слитные большие я думаю считаем из шрифта довольно таки хорошая и в принципе попасть по неправильной клавиши в принципе я думаю думаю проблем не возникнет с тем клавиши большие так что по ним попадать очень даже легко внизу здесь находится клавиша сброса и вызова функциональной клавиши здесь и джойстик который в этой модели на мой взгляд не очень-то удобный после интенсивного использования может заболеть палец ну еще под ним находится двойная клавиша выводящие в меню браузера она здесь двойная жмется в эту и в эту сторону зачем-то не знаю зачем сделали двойной но тем не менее хоть какую сторону жми все равно в одно и то же место выводит сверху находится один вот такой динамик он всего один и и разговорный и основной и логотип сименс естественно значит по сетам на этом боку находятся две кнопки одна кнопка камеры вторая кнопка а я не помню для чего наверное диктофон или здесь находится инфракрасный порт но помимо инфракрасного порта здесь также имеется и bluetooth здесь находится камера на разрешением в 1 3 мегапикселя здесь также находится разъем для подключения внешней антенны и собственно задняя крышка которую мы еще снимем к не обязательно здесь находится разъем под зарядное устройство он традиционный сименсовский и разъем для карт памяти формата rs mmc собственно у меня есть эта карта вот на сто двадцать восемь мегабайт собственно она как раз таки шла в комплекте с этим телефон когда я его покупал на авито оригинальная карта памяти в комплекте поставлялась или нет не знаю максимальный объем расширения до одного гигабайта значит сверху находится небольшой разъем для шнурочка собственно есть три варианта есть вот такой вот серый есть немножко такой желтоватым оттенком и еще есть серебристый с черным на мой взгляд вот этот вот этот вариант смотрится наиболее как бы хорошо и подойдет любому человеку довольно таки толстый довольно жирный такой бегемот я бы сказал так и наверно чуть приоткрою шторку чтоб светлее было собственно говоря дизайн на мой взгляд вот давайте смотрим из предыдущей серии модели этот x75 а вот этот x65 по дизайну ну конечно небо и земля на мой взгляд конечно вот этот куда лучше собственно у меня этот телефон рабочий но работает очень плохо и он некоторые кнопки плохо очень нажимаются инфракрасный порту вообще не и не держится крышку приходится на пластилине держать а так телефон работает собственно такой вот дизайн и вместе с x65 выходил м65 как две модели с одинаковым функционалом абсолютно но они различаются тем что им 65 помимо основать как бы телефон еще обладает защитными параметрами там железная пластина заглушки всякие так далее так вот здесь тоже выходила модель м75 м75 вы видите сейчас на картинке такой вот кирпичик имеются такие вот защитные резинные вставки у него и резиновые заглушки собственно говоря как я уже говорил я хотел найти его но не смог собственно говоря не не ци x75 не м75 не смогли стать хитами как вы уже поняли время для 7 было уже не то вот этот c75 смог завоевать какую-то народную любовь неплохую покупали а вот а вот эти две модели ци x75 и м75 с хитами вообще стать не смогли ну что же давайте откроем у него заднюю крышку здесь батарейка не очень хорошо держится поэтому я бумажку тут прикладываю аккумулятор не родной он тут на 1000 миллиампер по моему вот такой вот разъем под сим-карту выглядит здесь принципе очень похоже как было в c65 что касается характеристик и модели как и уже говорил 1.3 мегапиксельная камера разрешением с 1280 на 960 пикселей 5-кратный цифровой зум есть возможность видеосъемки длительностью до полторы минуты да тут уже не до 30 секунд до полторы минуты собственно разрешение видео 176 на 44 пикселя 15 кадров в секунду собственно по связи gsm 1900 1800 1900 мегагерц есть gprs воп 20 и к порт bluetooth конечно же конечно же у разъем под зарядку который поддерживает также помимо зарядки и гарнитуру комком порт и все такое есть поддержка mp3 да здесь в отличие от с 65 к которым жаловались что нет поддержки м3 тут уже добавили поддержку mp3 хотя на мой взгляд она сильно тут не доработана и вы сами скоро узнаете почему собственно есть ммс смс в общем давайте-ка включать телефон и смотреть что находится внутри загорается такая вот подсветка белая у кнопок заставка при включении а ее можно сменять как и звук все зависит именно от темки значит здесь у нас новые смс игры эти вещи можно менять под свои собственные время и даты у меня сейчас правильные стоят обзор просто выходит на следующий день после его записи собственно нажимаем вверх у нас появляются профили что по профилям у нас шторку я чуть-чуть закрою и подсветку чуть убавлю чтобы все видно было обычный тихий шумный гарнитура каркет автокомплект и мобильный music set поскольку тут есть mp3 два профиля под себя ну и режим в самолете который отключает также телефон со всеми сигналами влево включается у нас камера 1 и 3 мегапикселя и в отличие от с 65 где тоже 1 и 3 мегапикселя здесь на мой взгляд камер получше потому что у нее более насыщенные цвета с 65 цвета какие-то сероватые были здесь более насыщенные но поскольку здесь в камеру в высоком разрешении она собственно фотки и видео соответственно занимают очень много места в памяти телефона поэтому можно очень быстро забить себе память телефона обстроенной памяти здесь сколько я точно я точно не помню новые там по моему меньше чем в этом в с 65 в общем увидим потом есть также всякие настройки есть режимы цвета нормальные серый сепи и собственно вниз у нас контакты контакта в данный момент нету и входящие собственно файлы и сообщения на каждую из клавиш можно функцию соответствующую включить вот на пятерку и к порт на восьмерку bluetooth на девяточку запись звука хотя вообще надо бы по-хорошему поставить будильник ну-ка давайте прям это сделаем вот так можно все это сменять вот будильник собственно переходим в главное меню она сделана из девяти цветных иконок сообщения списки вызовов телефонный справочник интернет игры органайзер камера еще мои файлы и настройки собственно по сообщениям у нас sms ммс email имеется входящие исходящие черновики отправлены не отправлены и всякие настройки короче функционал довольно обширный списке вызовов не отвечные принятые набранные время и стоимость можно посмотреть ну и собственно тут все по контакты можно контакты распределять по группам интернет игры собственно собственно говоря игры приложение посмотрим в конце есть интернет закладки камеру мы уже посмотрели фоточки с ней с этой камеры мы еще посмотрим они есть памяти органайзер календарь есть календарь хороший довольно таки как в любом семенцы встречи задания заметки пропущенные напоминания упущены диктофон диктофона некачественные искажает голоса есть часовые пояса менюшка вообще в принципе как углу почти любого другого семицы и узнает любой семенца вот собственно вот часовые пояса пожалуйста все это как бы тут есть настройки календаря в папочке еще у нас меню sim карты музыкальный проигрыватель собственно давайте его сейчас и посмотрим собственно плейлист сразу же предлагаю зачем-то сделать почему мы не можем так мультикарте я хочу запустить до подтормаживает конечно собственно звук причем тут mp3 не очень-то хорошо выделяется тем что тут некачественный тут не подходящий динамик для mp3 звучит довольно таки некачественные уже 2005 году были от suny ericsson of хорошие модели которые хорошо проигрывали звуки от nokia в том числе а сименс этим совершенно не блистает в собственно по настройкам плеера вообще что у нас имеется повтор перемешка изменить а что можно изменить правый канал левый канал это видимо по нам это если гарнитура видимо подключена в принципе все особо по настройкам тут ничего нет полезного будильник будильник можно поставить только один на несколько дней недели запись звука лишь диктофон калькулятор калькулятор с довольно-таки обширным функционалом конвертера величин секундомер таймер синхронизация управление устройством это все настройки с подключением пока и card explorer позволяющий получить досу вообще ко всем папкам телефона настройки в настройках у нас что имеется профили уже посмотрели их темы встроенных тем здесь 4 стандартная геометрик blue impulse star и сименс еще xp silver у меня есть моя собственная тема по windows xp давайте посмотрим каждую тему по очереди начнем с xp шный собственно ее вы могли видеть в обзорах на другие 7 75 и 65 давайте посмотрим этот сименс собственно вот такой белый фон и такая вот картинка это стандартная тема с 7 c 75 такой была правда фон в меню там было не просто белый вот такой а там был нормальный такой красивенький фон здесь а здесь уже не такая прикольная импульс стар такая вот красненькая темочка под цвет телефона на мой взгляд не сильно подходит кстати на камеру кажется что вот тут джойстик светится золотым цветом но на самом деле нет белый цвет там у каждой темы своя заставка при включении выключение но звук одинаковый но впрочем потому что здесь тем это и такие что у них у всех одинаковый звук поставлен geometric blue вот такая синенькая темка но звук включение можно всегда поменять по настройкам что у нас индикация еще язык языков тут довольно таки много украинского нету кстати часто в семицах украинский бывает язык ввода текста фон оператор это то что будет стоять вместо теле 2 на главном экране анимации включение выключения вот такой вот режим который меня никогда не нравился я всегда отключаю громкости звонков динамик не очень громкий кстати тут собственно мелодии звонков и много чего настройки соединения телефонные настройки часы передача данных есть еще буддийский год можно поставить правда не очень-то мне кажется полезная вещь передача данных как я уже говорил и gprs bluetooth инфокрасный порт безопасность это всякие пин коды сеть аксессуары теперь перейдем в мои файлы собственно говоря есть доступ к мульти карте и точно так же как с 65 если лучше не вынимать карту когда телефон включен а если уж хотите вынуть карту когда телефон включен лучше перед этим нажать кнопку вынуть карту если вы без этого вы нити вынесите карту то может привести к поломке карты собственно у меня уже перед включением телефона высвечивается надпись что нет доступа к карте памяти хотя она работает и я чую что если я продолжу так делать она может вообще перестать работать так что если кто-то будет брать я не знаю как он появится и 65 и там очень подобное то имейте ввиду собственно файлы с карты памяти всякие собственно треки mp3 вот имеются sony ericsson динамик вообще не подходит для прослушивания музыки вот совершенно это из предыдущего владельца осталось кто за цоя слушал значит по моим файлам что у нас есть рисунки это blue box такие вот картиночки у нас имеются интересненькие это храм василия маженова вообще такие вот не знаю встроенный это встроенный встроенный да есть для и месок картиночки вот такие маленькие всякие разные рамки это для фоторедактора встроенного тут есть среди приложений таковой это фон и собственно с тем иконки это тоже под редактор фоторедактор impulse star тоже с темы logo это то что вместо теле 2 можно поставить то есть давайте футбольный мячик поставим оператор поставим вот пожалуйста футбольный мячик пожалуйста вот без проблем давайте вернемся в рисунке и скринсейверы есть картинки на заставку ммс кем пожалуйста есть картинки для ммс тоже все это круто это тоже темы для рабочего стола картинки для главного экрана все это очень круто конечно да а это это с комедии это я с комедии клуба сфоткал короче фотка на эту камеру сделаны собственно говоря давайте посмотрим вот здесь картинки с этой с этой камеры есть вот собственно говоря разрешение камеры действительно неплохое немного конечно здесь модуль немножко как такой видимо более четки поставили чем в 65 цвета более насыщенные а вот это с 65 было снята это наверно тоже с 65 и это с 65 тут по четкости цветов видно а вот это предыдущий владелец этого телефона наверно снимал котенка какого-то снимали миленький котеночек видео есть одно встроенное видео рио-де-жанейро динамик по качеству да вообще просто подкачивает анимация это анимации собственно мс анимации кофе как фейсбол и много другого и много другого анимации с тем из-за тоже с темы анимации всякие ммс анимации сюрприз мода пока скринсейвер блуми рыбки дельфины молния games сердечки музыка тоже стенки анимации пошли но теперь звуки посмотрим на 40 голосную полифонию в этом телефоне она такая же как и и как и в других 65-х и 75-х. Ну, во-первых, EMS, это не полифония, даже коротенькие мелодии. Динамик тиховатый тут, конечно. Диаметрик блюит рингтоны с тем. Если был старый, там такие же точно рингтоны. Есть, собственно, рингтоны встроенные. Есть одна странная, не очень какая-то приятная особенность у рингтонов, в отличие от других сименцев, которую вы сами сейчас увидите. Короче, переключаешь на следующую мелодию, и кусочек предыдущий слышен. Вот, видите, кусок. И тут тоже. Короче, это неприятная вещь. Вот нажимаю, стоп. Или вот так надо выйти и сколько-то, чуть-чуть секунд подождать, и тогда нормально запустится мелодия. AAC рингтоны еще поддерживаются. Полифония такая вот, сорокоголосная. Еееее, it's me. Некоторые рингтоны вообще не по-душевне, если честно. О, видели только что, как первый раз прозвучал этот сигнал, неприятно. А вот сейчас тоже есть одна странная особенность у ваврингтонов. Вот, просто смотрите внимательно. Видите, как звучит этот рингтон? Нажимаю стоп и возобновить. Вот видите, стал звучать по-другому. Правильно. А теперь вот так. Как мне это назвать, я не понимаю. Искажаются мелодии вот так вот при переключении. Короче, это реально какая-то странная фигня. Не понимаю, как это вообще работает. Такие вот мелодии, собственно. Есть тут еще мелодия. Некоторые из них закачаны. Многие были вот это в том числе. Вот видите, вот этот звук на фоне. А теперь его нет. Короче, это отстой, конечно. И чтобы вот этого звука не было, надо вот этот, надо рингтон на паузу поставить и уже следующий тогда переключать. Тогда этих проблем не будет. Искажается. Девочка-паузу. Искажется. 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 В общем, из этого выше и не так. Девочка-пауза. Если у вас вынуждение, это вынуждение толщину. Искажется. Реально какая-то странная дичь в Симитоне происходит. Такого я в других Симитцах не видел. Вот тут тоже искажение во Варентонах происходит. А теперь назад. Вот серьезно, как мне это назвать? Вот как это называется, я не понимаю. Странная какая-то вещь, но при этом интерес вызывает она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И это реально, я думаю, интерес вызовет... Учитывая, что можно сделать любую картинку... И сделать по ней вот так вот... Играть вот так вот в ней пазл... Сохранить, сохранить... Да-да-да-да-да-да-да-да... Завершить... А давайте не сохранять... Да блин... Телефон еще тупить немного... Следующее фото ГЭС... Тоже что-то про фото... Сейчас разберемся, в чем тут... Что это у нас за фото такое ГЭС... С музычкой... Я тут уже запускал... Я правда не помню, что это такое... Нет предыдущих сохраненных игр... Ага... Ну один игрок тогда нажимаю и выбираю... Новичок пусть будет... Опять мои фотографии... Опять просит фотографии выбирать... Ну давайте... Ну давайте, не знаю, пирамид возьмем... Добавить новое изображение... Бич... Да, хватит уже... А, надо еще картинки добавлять... Надо несколько штук добавить... Ну давайте, запустим... Ну давайте по очереди добавим... Сколько-то картинок... Добавить... Добавить... Сейн Базил... Добавить... Сахара... Дик Хим Гуард... Все... Стандартный... А, это... Это какой-то комплект выбран тут был... А, это короче... Найди парные картинки... А, прикольно... Это парные картинки искать... Тоже из выбранных нами фоток... Короче говоря, тоже классная игра... Довольно позалипать можно, я думаю... Следующая игра... Это Си Батл... Морской бой... Мы видели его в Си Минсе 65... Когда обзор на него делали... А, ну тут он отличается немного... Визуально чуть-чуть отличается... Хотя вот... Короче... Расставлять флот... Потом ждем, когда соперник расставит флот... И короче, по клеткам стрелять... Попадаем... Идем еще раз... Не попадаем... Подходит противник... Победит тот, кто... Кто первый уничтожит все корабли... Симмес Мюзик... Пи... Пинбол, что ли? Давайте посмотрим, что за пинбол... Вот такой... Идет загрузка... Подождем немного... Новая игра... Начать игру... Ну это короче... Пинбол, я так понимаю... Короче говоря... Не-не-не... Сильнее давай... Запускай его... Вот так... Опа... Че... Шарик потерян... А как вот эти штуки-то... Поднимать... Продолжить... Да-да-да... А, вот эти... Блин, из-за этих вибраций... Как-то даже некомфортно становится... А че он... Да блин... Че-то не очень получается... Ладно, переходим к следующей игре... Стэк-атак... Переходим к следующей игре... Стэк-атак... Вот тут... Стэк-атак уже... И только не тот трехмерный... Который в 65-х Сименсах был... А... Такой... Более напоминающий... Стэк-атак из старых Сименсов... Который больше... Гораза большую популярность завоевал... Такой классический... Стэк-атак... Давайте... Немножечко в него сыграем... Один игрок... Есть режим миссии... Есть бесконечная игра... Давайте... Новая игра... Есть две темы... Это пустыня... И вот такая вот... Снежная местность... Простой... Усложность будет... Простая будет... На таких клавишах играть... В принципе удобно... Но джойстик неудобен... Абсолютно... Собственно... Вот так вот... Перемещаем персонажа... Он так прыгает... Надо... Три блока в ряд поставить... Вот этот по-моему... Черный блок... И сдвинуть я не могу... Да... Не могу... И как мне быть... Как мне туда... Побраться... Как мне пробраться на ту сторону... Всем известная такая вот... Игра прогрузчика... Собственно... За бонусы... Но я туда... Мне туда не пробраться... Так... Так вот... Игра сгенерировалась... Не очень удачно... Ты же ты же будешь делать... Sumo Smash... Предпоследняя игра... Не знаю... Бой давайте... Короче... Тут надо противников с арены убивать... Я правда так и не разобрался... Как правильно играть... Какие кнопки надо нажимать... Что делать... Да что же ты будешь делать... Короче... С этим тоже все ясно... И последняя игра... Это Worms... Worms... Forms... И этот Worms... По-моему... Мне не очень как-то зашел... Я проверял... Когда давно... Все игры... Телефон этот... Я купил... По-моему... В позапрошлом году... Но только сейчас... Решил обзор снять на него... Давай-давай... Загружайся быстрее... Мало времени на запись осталось... Музыка уже играет... А загрузка все еще идет... Это трехмерная игра... А трехмерные игры на стеницах... Работают не очень-то хорошо... Блин... Ну быстрее... Можно... А... Во... Тички... Конечно же... Собственно... Оригинальный... Разработчик Worms... Греческий... Средневековье... Не знаю... Греческий... Пусть будет... Отличный... Вот... Действительно... Такой трехмерный Worms... Какой-то... И... Честно говоря... Лучше уж двухмерный... Что-то как-то тут... Управлять... 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 Управлять не очень-то удобно... Если честно... Что надо... Что надо сделать... Пры... Это прыжок... А... Это карты... Собственно... Перемещение... Я не понимаю... Как в нее играть... Если честно... Короче... С играми разобрались... Давайте... Приложение посмотрим... Собственно... Блоджинг... Клиент какой-то... Это... Выход в интернет... My Photos Online... Тоже... Интернет... Я так понимаю... Фотоэдитер... Сименс FM... Наверное... Самая используемая программа... Это доступ ко всем файлам... И... Их различным настройкам... Давайте посмотрим... Фотоэдитер... Download Assistant... Здесь отсутствует... Каратенько... Посмотрим... Фотоэдитер... Производительность в Сименсах... Очень-очень слабенькая... Все грузится очень медленно... Собственно... Это одна из причин... По которым Сименсы... Начинали проваливаться... В 2005 году... Более быстрые телефоны... Уже были... Намного быстрее... Более чем в два раза... Изменить изображение... Предлагают нам... Выбрать что-то... Ну давайте тот же... Глубокс возьмем... Не знаю... Давайте нашу... Русскую... Вещь возьмем... Ждем... Ждем... И я уже ждать устаю... Если честно... Как тут работает... Все медленно... А? В общем... Такое чувство... Что даже... Немножко медленнее... Чем в 7.7.65... Например... По-моему... Там быстрее немножко грузилось... Да быстрее... А можно... Это что-то реально... Что можно сделать? Можно добавлять... Рамочки... Текст... Дату изображения... Иконки... Собственно... Что я показывал в файлах... Можно наложить какой-то эффект... Деформацию... Смягчить... Можно CPU сделать... Каждый эффект... Чтобы... Создался... Надо ждать какое-то время... Пока придет загрузка... Короче... Такие вот... Раньше были телефон... Не то что сейчас... Не то что сейчас... В 2024 году... Все быстро делается настолько... Раньше вот приходилось ждать... Что-то... Такой вот фоторедактор... Много... Что тут можно делать... Давайте уберем этот футбольный мячик... Отсюда... И... Телефон наш... Выключим... Собственно... Вот такой вот... Siemens CX-75... У нас сегодня был... Вышедший в 2005 году... На закате мобильного подразделения... Компании Siemens... Как раз таки... Один из тех... Телефонов... Который не смог... Завоевать... Любовь... В широких кругах... На сегодня... Пожалуй... Все... С меня эпичные видосы... Подписывайтесь на стримовский канал... Влог... Ой господи... Стримовского уже нет... Подписывайтесь на влоговый канал... Вступайте в группу ВКонтакте... Увидимся в следующих обзорах... И всем... Пока... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok